Если будет желание посетить сочное заведение, кафе СОК находится напротив Третьяковской долереи. Все лучше у нас! Смотрите, Гроза, еще раз лучше заведение от Третьякова. Вот Третьяков. Слушай, он так рассказывает. Московская городская художественная галерея имени Павла Михайловича, имени Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьякова. Сергей это брат, он собирал иностранное искусство. Павел собирал русских художников, а Сергей собирал иностранных. Тернов, что-то еще есть, но потом мы продолжим. Мам, какая дверь красивая. Это семья Третьякова. А, мама. София пока запрещается. София пока запрещается. Рога там. А, Рога там. Так, это что у нас в портрет графини Шереметьевой? Это у нас Петр Федорович на коне. Это кто? Екатерина Вторая в траурном одеянии. Свеча, к сожалению, выходит. Здесь она не похожа, да? Вот на Екатерина Вторая. Не похожа. Вот насколько. Проте мы смотрим. Портрет неизвестный в русском костюме. Вообще-то, до начала 17-го века, ну, по крайней мере, по культуре, ну, по крайней мере, все средние века, вся культура проходила под контролем церкви, и все сюжеты были на религиозные темы. И, допустим, на первый портрет настоящий из русских царей Тургана Грозного, то есть все князья до этого, это чисто представление, то есть никто не писал, не думал писать прижизненный портрет, для заказа такого не было вообще, то есть все, что писали, иконы в основном, храмы и так далее. Вот с 17 века начинается обмерщение культуры, то есть обращаются к народу, принимаются портреты, вот это еще 17 век, и то в основном сначала это естественно знатные люди, то есть это пишется все на заказ, чтобы сватать, чтобы возить за границу сватать. Да, ну и это тоже. А вот уже к концу появляются простые личности, то есть естественно это не заказной портрет, но когда крестьяне будут заказывать себе так, появляются картины на бытовые темы, то есть до 16-го века, до 17-го писали только на религиозные, портреты, да, там жития, там протеста и так далее, а тут начинаются вот моменты, да, вот так, вот австала, там, дальше пойдут очень в том, и простые, мизажи пойдут, то есть вот расширяются. Это с 18-го века, да? Да, уже расширяются, то есть вот 17-го, еще такие лишь классические портреты, сейчас вот, вот, пожалуйста, те мифологические еще сохраняются, то есть мифы, религиозные темы, тут еще даже цари, вот у Екатерины портреты в виде там Дианы ее наряжают, то есть вот там, да, на нервах, в образе Екатерины. Да, 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 и такие сюжеты, в скультуре, в живописи и так далее. Дальше уже вот тут все более-более к реальности. Угу, это уже 19-й век, да, историк. Так, это Екатерина, наверное, тоже, да? Так, продолжай. Так, продолжай. Вот. Соответственно, это начало 17-го века, начало 17-го века еще не было таких портретов, были парсуны. Это, как бы, смесь иконы и портрета, то есть... Смеша. Ну, по технике написания как икона, найдет портрет уже реального человека. То есть, как это называется-то? Парсуна. Парсуна, да. Парсуна, да. Есть и у Ивана Грозного Парсуна, есть еще Скупеншуйский, в общем, есть. Это вот начало 17-го века, когда вот смутное время было вот, закончилась Рюриковича, да, но сейчас все равно Бескупееводка. А потом уже в 17-й век, вот видишь, уже парадный портрет. Угу. В основном это два ремня, конечно. Угу. Девушки отдыхают. Да. Девушки отдыхают... Дворцовая Набережная Петропавловская крепость Портрет Марии Ивановны Лопухиной Портрет Марии Ивановны Лопухиной Исполнен в 1797 году Урожденная графиня Толстая Мария Ивановна вышла замуж за гермейстера двора Лопухина Но прожила недолгую жизнь Согласно моде своего времени Лопухина изображена в светлом легком платье Высоко под боязанным голубым шарфом Почти без украшений Миловидное лицо девушки увлекает изменчивостью эмоций Оно кажется то грустным, то мечтательным Плавные очертания фигуры Мягкие оттенки цветов Объединенные общим жемчужным тоном Все в портрете сливается в идеальном, почти музыкальном единстве В ландшафте, на фоне которого изображена Лопухина Полевые колосья и васильки соседствуют с розами и лилиями Изображение растений заключает в себе символический смысл Полураспустившиеся розы напоминают об эстротечности женской прелести Васильки и колосья воплощают чистоту чувств и служат пожеланием благополучия Уленившись образом юной красавицы Сто лет спустя Поэт Яков Полонский написал экспромт портрету Лопухиной Она давно прошла И нет уже тех глаз И той улыбки нет, что молча выражали Страдания день любви И мысли день печали Но красоту ее Боровиковский спас Портрет купил сам Третьяков Увидев его в доме московского губернатора Перфильева Жена которого доводилась племянницей Лопухиной Интересно Боровицкий Портрет писательницы Христаля Посмотрите, браслет, насколько Браслетка реально нанесала На заднем фоне, по-моему, Екатерина Портрет был написан в 1827 году По заказу близкого друга Кушкина Антона Демина Выразительно передав сходство с оригиналом Кипренский создал возвышенный образ Служителям мус Кушкин посвятил Кипренскому И его творению стихи В которых точно определил характер Собственного портрета Себя, как в зеркале я Но это зеркало мне льстит Оно гласит, что не унижу Пристрастие важных ауни Так при мудрестном Парижу Известен впредь В мой будет нет Граф Шереметьев Такой взгляд пронизывающий Как будто только с мороза Зашел и щеки такие красные Знаменитая всадница И вот этот вид был воспитанница Джоэна Старшая Красавица Считалась Терпелина И маленькая Амацинья Которая будет героиней Помните вы ее Может быть в Китереворском музее Кранине Самой Уходят с балла Мы спас Это маленькое Великолепное развитие Амацинья Но здесь В Китереворском музее Уже новая Романтическая форма Парада Паррета Когда Высокий салт Высокое положение Становится Предметом прославления А вот эта красота Это движение Вокруг нет Вот эти самые Торжественные Парресные Индекенты Это парк Да Очень Становится Союз Становится Своего рода Паррет Продукт Если Вы вспомните Вот Я не знаю Это было очень давно Я не могу забыть В Лондоне Мациональный Греберь Эйдвар Помните Продукт Когда Паррет Фантастический Вот это парадный портрет новой путь. Красота, природа, подвижность, движение. Вот это становится предметом по вниманию своих мастерств. Он будет показать, что никаких сложностей для него не существует. Посмотрите, вот это у ее амазонки, вот это зеленая газовая фуа на фоне зеленой же листвы. И мы с вами ощущаем вот эту тончайшую прозрачную ткань и более гордую ткань. Посмотрите, пожалуйста, как изображена коричневая собака на фоне коричневой земли. Вполне можно было сделать собаку какого-нибудь другого цвета. Но вот он это подчеркивает. Вот эта мягкая шелковистая шерсть и в ней нейтральная фактура. Вот эта вот рамка портрета, как внимание забирает на себя. И нуль кто там изображен, а? Перовский. Перовский. Рама ворует, да? Изображенненькая. Рамка. 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 вошла в число произведений, за которые Тропинин был удостоен звания назначенного в Академике живописи. Современники прозвали его за эту картину «русским грезом». Однако образ девушки, склонившейся над рукоделием, во многом отличается от подобных произведений французского мастера 18 века. Кисть Тропинина превратила безвестную труженицу в обаятельную молодую красавицу. Простой наряд подчеркивает ее молодость и девичью кокетливость, изыскан жест округлых рук и изящных пальцев. При этом художник сохранил простоту и искренность своей героини. Любовно и тщательно написаны предметы ее рукоделия, деревянные коклюшки с намотанными на них тонкими нитями, подставка с подушкой, на которую положена тяжелая ткань, бумажный образец кружевного рисунка с воткнутыми бумагами. Матер-морт придает картине черты бытовой сцены. Тропинина стала одним из родоначальников этого жанра в русской живописи первой половины 19-го века. Картина называется «Разборчивая». «Разборчивая» 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 «С чувством юмора художник был?» «Нет, все мы такие, все как будто в движении». «Разборчивая» «Слушай, это он свои волосы накручивает, да?» «Да, надо накручивать волосы, первый крестик получил». «Разборчивая» «Разборчивая» «Скептически такое». «Так, надо не удалиться». «Слушай, ну платье как будто действительно пушистое». «Люстра как будто светится». «Люстра как будто светится». «Лучше». «Слушай, филотов». «Момент». «Как будто видишь сначала, как меняется композиция вообще плохо». «Стоп кадр, да?» «А неравный брак». «Рассказывай нам про эту картину». «Ну, мне очень рассказывали». «Фукин прессик. Тоже у него была любовь, да? «Атому, собственно, здесь свою ситуацию не изобразила как-то его любимую девушку. «Да, по расчету». «Да, вот он себе изобразил. Тогда это была норма со стороны ревиста и со стороны мужчин тоже. То есть они вполне могли жить на богатеньких девушках в стиле финансового положения. Ничего необычного не было. Для кого-то это трагедия жизни. Собственно, роман о 1994, что я сам. Примеров на реках. Вот такой наш прадост. Перед тройкой первого покажу еще роман. Самая. Шерманчик. Спящие дети. Перов. Который у вас. Залпный художник Василий Григорьевич Перов. Современники называли его мастером бессловесной трагедии. В своем творчестве он затрагивал силы оттягута в жизни простого, бесправного человека. Не выходит страдания. Яркие люстры. Тройка. Ученики мастеровые везут в город. В молоднем исполненном в 1866 году. Запечатлен образ холодного бессердечного города. Григорьевич Перов. Григорьевич. Мы живем тянуты со всех сил, не по-детски самоотверженным, свою небосильную мужу. Бесприемностью. И этот картин призванный показать современникам всю несправедливость и жестокость социального устройства. указать на равнодушие обществу. Еще одна деталь картины. Да, вот мама, мальчик, который я забрала, вскоре умер, в детском возрасте умер. И мать приходила впоследствии в Третьяковскую галерею, смотрела и плакала. То есть, ну, как-то еще маме было увидеть по-другому своего ребенка. Стала именно эта работа в творческом наследии Перова. Словно из сумрака темного фона проступает в облик писателя. Аскетичность цветовой гаммы, простота позы усиливают содержание запечатленной кистью художника-личности Достоевского. Сосредоточенное напряженное лицо писателя, взгляд усталых глаз, сцепленные в гритки замок руки все выдают в нем самоуглубленное, направленное внутри себя состояние, отрешенное от зойности происходящего. Как вспоминала жена писателя, Перову удалось уловить в портрете минуту творчества Достоевского. Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда бывало войдешь к нему, заметишь, что он как бы в себя смотрит. Действительно. Этот портрет, как и многие в зале Третьяковской галереи, являлся заказом Павла Михайловича Третьякова для замысливаемой им портретной галереи лиц дорогих наций. Грачи прилетели. Запечатленные живописцем уголок деревеньки с покосившимися крышами из рам с колокольней, за ними освободившиеся от снега бескрайние поля, речка, создают удивительный емкий образ родной земли. Саврасову мастерски удалось передать весеннее пробуждение природы с ее первыми проталинами и течущим питанием, прозрачным сырым воздухом и едва проглядывающими сквозь рассеивающиеся облачка долгожданными солнечными лучами. Прилетевшие грачи, бьющие на облых березках свои гнезда, являются настоящими песниками весны, символом обновления жизни. При всей невзрачности пейзажа картинок «Рачи прилетели» в сердце русского человека непременно рождает щебящее чувство любви к родной природе, ее скромному обаянию. Да, это я тоже знаю. Не знал. Айвазовске море. 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 Как будто сейчас руку опустишь и намочишь, да, руку? Айвазовске море. Айвазовске море. 30 на 40 сантиметров. Художнику требовалось порой всего лишь 2 часа. Представляешь? Армяне везде шустры. Айвазовске море. А есть приобрести очередную, как бы сказали, проходную работу. Ведь по признанию самого мастера, за всю жизнь было создано порядка 6 тысяч произведений. Ага. Ну, если с такой скоростью рисовать, то это неудивительно. неудивительно. Лунная ночь на Константинополе. ...пытаются спастись на лодку. Нужно выстраивать композицию так, что зритель смотрит на происходящую трагедию с высоты полета Чаи, которые в тревоге мечутся в небе. Надеждой по спасению, символом божественного света расступают волосы мерцающими разноцветными переливами, надпущущей поверхностью. Корабля круши. Волшебное спасение, именуемое гибелью в куче него. ДКБ размышления мастера на тему господства стихии и ничтожности, краткосрочности шеста человека, его беспомощности, тщетности, усилий перед могуществом природы. Шишки. Произошедение мудро Волшебные божи. Эта шишкина Невероятно живым и уютным изображен художником уголок леса, где каждое дерево, хвост, представим перед зрителем это величественный маждорец. Маку, чему миническим, запечатлевает шишкин мир в русской природе, слабой елей и мягким ухом, рисунком гибких медвей, проступающих в предрассветные тыньки. Шишкин писал пейзажи. У Медведи дорисовал другой художник. Савицкий рисовал. Тоже открытие для меня. Савицкий рисовал необходимым стереть из настоящего автора Мишек, скрепив за плотном исключительное имя Шишкин. Поэтому мы не знаем, что если они улыбляться, то все это. В историю отечественной культуры живописца увлекал мир сказки, сюжеты пулины народной сказки, нашедших свое воплощение в известных полунах, богатыри Иван-Царевич на сером волке и многих-многих других. Алёнушка, как ни одно другое произведение художника, покоряет личностью своего образа, грустью настроением. Алёнушку вспоминал впоследствии коснецов. Реально я увидел в бахтырке, когда встретила попростоволосую девушку, поразившую мое воображение. Известно, что работа под созданием картины размером 3 на 4,5 метра велась художником в течение почти трех десятилетий. От вариаций на тему сюжетов, подготовительных идётах и эскизов, до уже сложившихся репозиционных вещей для Васнецова, богатыри были олицетворением истинной пощи и величия русского духа. А эпический пейзаж воплощал грандиозные просторы родную землю. Взятые за столу натуральные методы Абрамцева, где потом угостил художник со своей семьей. На полотне принадлежат монументальные значения. Среди ночица понравился на полотне и подадим. Я испрошу от курса Илана Алеша Поповича. Их стал младший сын сам и намного плана к Андрею. Съемок, брат Андрея из Погнана. Утро в ежких утону тяжелый сам картину художника. Поочередно вводили до рабочего тяжелого шеребца, до верхового лошади отца. Я сейчас думаю, как картина «Военые дни». Да, вот он путешествовал, у нас такое тоже. Угу. Тоже все. Все ты оброшал. Даже ребенка-невольника. А вы видите? Ум? Видит Мерлана. Ага. ...современники называли его гениальным властителем нашего воображения. Созданы по штабу исторические полотна утро стрелецкой казни, что расположено слева от входа. Меньшиков в Кирюзове, справа – боярка. Казни на Красной Хелшине, да? ...безы в недалом тягины. ...совершеностный жанросторический шифрисед на новую ступень. События прошлого воспринимали Суриковым неотвлеченно. Да, за всей новой годы... Казни на Красной Хелшине, да? Происходя на розбок? ...отхожевать людей из-под рел. Расспрашиваем их. Вы видели, вы слышали, вы свидетели. Вот боярин Морозова мы будем это заканчивать. Субтитры делал DimaTorzok